Встречайте, Вэлс РТ-125 У вас руки из какого места? Привет, транспортная компания! Здесь не надо ходить вокруг байка Вэлсовская подушка Тут все другое, шов очень ровный Байки совершенно разные Вэлс РТ-125 отличный вариант Ну а чтобы ничего не пропустить Обязательно подписывайся на канал Ставь колокольчик И жди новых выпусков Перед нами коробка с самим питбайком Как мы видим, ребята заморочились по дизайну Мелочь, но приятно Посмотрим, что внутри Итак, вот перед нами каркас с самим питбайком Как мы видим, все классно закреплено При транспортировке ничего не вылетает Все надежно прикреплено Колеса, сам питбайк, траверсы Мотик приходит в такой комплектации На нем снята вилка Откреплен амортизатор от маятника Отдельно переднее колесо И суппорта То есть сборка в принципе простая Надо поставить вилку Все прикрутить, проверить, чтобы все было закручено Вся несущая конструкция Итак, посмотрим, что приходит вместе с питбайком И то, что нужно поставить Это передний щиток Боковой пластик Амортизатор Кстати, круто, что он уже идет в чехле С завода Подушка на руль Wells Подножка с пружинкой Бензошланчик Так, это стойки руля Всякие крепления для моточасов Крышка бака пластиковая Какая-то заглушка, судя по всему Ось переднего колеса Болтики, скорее всего, для крепления пластика Ну и, конечно же, подножки Лапка переключения передач Также с каждым питбайком идет такая книжечка Многие на нее забивают Но зря Потом приезжают и жалуются Что питбайк сломался Или что-то открутилось Как правильно ездить Техника безопасности Характеристики питбайка Устройство Из чего состоит питбайк Самое главное Это регламентные работы Здесь рассказывается обо всем И как часто менять масло Свечку зажигания Как часто настраивать колапана То есть очень классная книжечка Обязательно обращайте на нее внимание И читайте Даже если вы купили совершенно новый питбайк Обязательно пройдитесь по всей несущей конструкции Проверьте, чтобы все было затянуто Для такой техники это нормально От вибрации все очень здорово раскручивается Все, снимаем каркас И теперь подробно сможем пройтись По самому питбайку Ощущение реально Как после покупки нового айфона После первого анбоксинга Также обратим внимание на проводку Здесь нет никакой путаницы Как на многих байках Здесь все замотано Все аккуратно проведено Нет никаких паутин Вэлс пошел другим путем Нежели другие бренды У них уже на руле все стоит Все ручки управления Газулька Передний тормоз Ручка сцепления Но зато они сняли боковой пластик Но на всех питбайках по-разному Где-то он стоит Где-то он снят Так же как и все ручки На руле Ну вот и первый косяк Привет транспортной компании И что это такое У вас руки из какого места Вроде всего лишь резинка Мелочь Ни на что Технически не влияет Но все же Тут аккуратно Надо с этим обходиться Клипсы Махового качества Которые надо поджимать Других минусов нету Собирается как и остальные питбайки Видим что руль переменного сечения Фатбар Толщиной 28 миллиметров Так же руль очень похож на Руль как стоит на Apollo Для тех кто не знает Что такое фатбар Это когда идет утолщение С 28 миллиметров Ну или больше До стандартного 22 миллиметра То есть фэтбар От слова фэт бар Жирный руль Ребят обратите внимание На приборную часть Здесь не надо ходить вокруг байка Здесь сразу видно Где стоит замок зажигания На многих байках он стоит Под баком Сбоку где-то в раме Здесь пацаны красавцы Поставили на переднюю часть Не надо никуда тянуться Обжигать обглушитель Все тут мимо сторон не пройдешь Видно ключ зажигания здесь Это хороший пример для подорожания И обратим внимание что Перед глазами Так же счетчик моточасов То есть выглядит это как полноценная Приборная панель За весь процесс сборки Я еще не нашел каких-то глобальных проблем Вот эти все клипсы Я в расчет вообще не беру Для бюджетного питбайка Это все мелочь Это все исправляется Будь я новичком Я бы его реально взял За такую стоимость Здесь много классных мешчачков Ребят, пока питбайк в разобранном состоянии Обратим внимание на проводку В задней части Здесь очень грамотно все проведено Ничего не запутано Так же как и в передней части Аккумулятор подсоединяется просто Вставляется сюда Все защищено Грязь лететь не будет Брызговик стоит Все как положено Все как в нормальных пятах Хорошая вэлсовская подушка Вэлсовская подушка Ребят, пока мы устанавливали аморт Заметили такую штуку Тут снизу Ушки Для крепления прогрессии То есть в дальнейшем Можно сюда поставить прогрессию Поменяв при этом маятник И амортизатор Амортизатор здесь нужен удлиненный Со специальными креплениями Под прогрессию Это для любителей прогрессии На питбайках Ребят, для тех Кто покупает данный питбайк В коробке Знайте, что аккумулятор Приезжает пустой Его надо заправлять электролитом Ни в коем случае Не выкидывайте Кирюх, расскажи Как правильно Заправлять аккумулятор Ну вот, смотри, Антон В комплекте идет Баночка с электролитом Мы ее открываем Из пакета Переворачиваем Ставим на аккумулятор Фольгу не открываем Не открываем Да, а то польется И резким ударом Она проваливается Тем самым фольга рвется И электролит начинает заливаться Чтобы это все происходило быстрее Мы делаем Маленькие дырочки Специальные гоночки Которые идет в комплекте Ждем, пока весь электролит Зальется в аккумулятор И еще, ребят Ни в коем случае Не допустите того Чтобы электролит попал на кожу Особенно в глаза В рот Если такое случится Сразу Идите промывать Большим количеством воды После того, как залили Достаем Эти пустые бутылочки И сразу выбрасываем Куда-нибудь Подальше Закрываем специальной загнушкой Чтобы это никуда Не пролилось Все, аккумулятор готов к установке Ребят, немаловажно Перед покатушкой Настроить угол наклона Рычагов сцепления Переднего тормоза Берем головку Или рожковый ключ на 8 Откручиваем И опускаем Сделаем так Ставим их так Чтобы при езде в стойке Было удобно Выжимать сцепление Все Устанавливаем И небольшой лайфхак Слишком сильно не закручивайте То есть Закрутили до конца Тоже осторожно Чтоб не лопнуло И чуть-чуть приоткрутили Чтобы при падении Ручка не сломалась А немножко свернулась Вэлс вообще не перестают удивлять Если вы снимаете фару И ставите щиток Если вы прям лютый гонщик То Так как на кронштейне Место только под ключ зажигания Щетчик некуда поставить Но Вэлс позаботились Они сделали Отверстие под щетчик То есть выводите его сюда С другой стороны подводите контакты И готово И все Питбайк собран Кирюха, расскажи Как оцениваешь вообще простоту сборки Именно этого пита Ну Трудностей по этому питу никаких не было По сравнению с большими мотоциклами Собирается он Как все питбайки Несможно Быстро В районе часа Ну может полутора Там если не знаете Что-то куда-то ставить А так Все спокойно Собирается Без каких-либо проблем Ну а теперь перейдем к тесту Заценим вообще Как он себя ведет на дороге Насколько хорошая динамика Какой он в управляемости Ну и заодно проверю Как вообще двигатель Отзывается на ручку газа И правда ли Фильтрбокс Немножко поддушивает двигатель Сильно погазовать не получится Так как он сейчас На обкатке Классно Что поставили сюда Краткоходку Чтобы сильно Ручку не крутить Даем чуть-чуть газу И он уже Офигенно крутится Рулится он Охрененно Вот единственное Мне кажется Не хватает Немного угла поворота Подвеска Мягенькая Хотя можно Чуть подкрутить Задний амор То он регулируется На отбой Не зря Не поставили сюда Широкий руль Фатбар Очень удобно Управляется На 22 Не так удобно Даже если Фильтрбокс Чуть-чуть И душит двигатель То разве что Совсем немного Не ощутимо Блин Первое впечатление Монтик Отлично себя ведет Конечно Ручка газа Отлично Отзывается Хоть это и Велс Из бюджетного Сегмента Питбайков К удивлению Он очень Классно Рулится В отличие От многих Питбайков И от Предыдущих Версий Велс Вилка Тут очень Мягкая Ну и даже Если она Для вас Слишком Мягкая Или жесткая Можно Поиграться Разной Вязкостью Масел Залить Пожестче Или Помягче Также Поиграться Преднатягом Пружины Гаечками Которые Под Этой Крышкой По амортизатору Амортизатор Отлично Работает Также Присутствуют Регулировки Отбоя Все это Настраивается В стойке На нем Ехать Удобно Думаю Что по кочкам Ездит То что надо Его Очень удобно Держать Ногами За бак За боковой Пластик Он никуда Не убегает Сделано Очень грамотно Ну с тестами Все ясно А теперь Перейдем в салон И разберем Все технические Характеристики И кое с чем Сравним Погнали Это китайская школа Это японский стиль Это китайская школа Это японский стиль Это китайская школа Это японский стиль Это японский стиль На нахи школы Шаолине Обучали ушу Все мы видели Новинки Представленные Различными брендами Питбайка В 2020 году Это Джимси Каю БСЕ Авантис Аполло И остался Wells Но Wells решил ворваться в сезон самым последним, дождавшись, пока остальные бренды покажут все свои нововведения И Wells всех удивил Просто он приехал не с завода Wells, а с завода Apollo Встречайте Wells RT-125 Ну и первое, что бросается в глаза, это совершенно новый и несомненно крутой дизайн Эта модель Wells представлена в трех вариациях цветов Это красный, хамелеон и синий Его сейчас, к сожалению, нет в наличии, но скоро будет Но вот как по мне, красный цвет все-таки выглядит круче всего Не знаю, как вам И судя по комментариям под обзором Sky 2020, многие были с моим вкусом не согласны Пишите, какой цвет вам больше всего понравился Ребят, если приглядеться, то можно заметить Wells заморочились и поменяли не только цвет графики, но и дизайн Смотрите, он совершенно отличается Что хамелеон, что красный, что синий Карбюратор здесь Keihin PD22 С тремя положениями подсоса Ну, коробка передач тут классическая Четырехступенчатая, все передачи наверх Лапка КПП стальная, складная, самая обычная Подножки стальные Самые классические Дальше Подножка, без подножки никуда По тормозной системе Что спереди, что сзади стоят двухпоршневые суппорта Но не думайте, что они взаимозаменяемые Они отзеркаленные, то есть передний суппорт назад не кинешь Или наоборот Колодки тут стоят самые обычные Но всегда можно поставить медные Стоят они в районе 500 рублей Идем дальше по гидролинии Вот, видим защитка тормозной машинки задней Вроде нужная штука, но она здесь пластиковая Небольшой, конечно, минус, но это все мелочь И огромный лайкос Wells'у за то, что они уже с завода ставят чехлы на амортизатор Эта штука на 100% конечно не работает, но шток все же будет в чистом состоянии Снимем, посмотрим, какой амортизатор там стоит Где-то я этот амортизатор уже видел Погнали, покажу Apollo И что мы видим? А вот амортизатор на Apollo Как мы видим, ну, один в один Такая же регулировка отбоя, все так же Но единственное, нету шильдика вольт сверху Вы спросите, а почему именно Apollo? Вроде совершенно разные питбайки Но давайте посмотрим на одну деталь А именно, значок Apollo Но уже ни для кого не секрет Я сейчас Америку не открыл Wells'у начали производить совместно с Apollo на их собственном заводе Вы, наверное, помните, как выглядела прошлогодняя модель Wells'а? Если нет, то сейчас здесь будет фотка Теперь посмотрите на этот мотик А теперь обратно на этот Разница Да тут все другое Он реально преобразился, как стал выпускаться на заводе Apollo Все поменялось И главное, цена упала на 4000 Ну, вы, наверное, помните, после теста я говорил, что мы сравним его с одним питбайком Вы, наверное, уже поняли, что это за питбайк Ну, а сейчас дальше по характеристикам Перейдем к вилке Про Аморт мы уже рассказали Вилка здесь самая обычная, без регулировок Дальше идем к траверсе Траверса здесь дюра алюминиевая, самая обычная Но на этом питбайке круче траверса и не надо Руль, еще раз повторюсь Фатбар 28 мм с утолщением в середине То есть руль переменного сечения Грипсы Вот еще одна отсылочка на Apollo Грипсы Apollo Ручки Что передним тормозом, что сцепление Все это Apollo Добротная подушка, но биться об нее не советую Ну, а теперь перейдем к самому главному, а именно к скелету К раме этого питбайка Рама здесь пространственного типа С усилением по центру Рама выглядит круто, надежно И внушает доверие Немаловажный элемент любого мотоцикла Это, конечно же, колеса Здесь колеса стальные С обычными ступицами Обычные спицы И, как в переднем, так и в заднем колесе Установлен буксатор Для тех, кто не знает, для чего нужен буксатор Это штука, которая держит шину Если у вас колесо сдуто Буксатор не даст провернуться ему Тем самым не позволит порвать сосок Ну, из мелочей Лапка заднего тормоза Здесь стальная Кикстартер стальной А-ля, как на ТТРке раньше стоял Маятник на этой модели Самый простой, стоковый Стальной Ушки Ушки мне очень, кстати, нравятся Проварены очень качественно Не помелочились Шов очень ровный По электрике Здесь очень все классно проведено Все аккуратно Кнопка стопа, кнопка стартера Все провода на хомутиках Аккуратно проведено Все очень круто Фара здесь светодиодная Один режим Светит ярко и далеко Расскажу немного, какой он по посадке У меня рост 170 Вес около 60 кг Сидеть на нем комфортно До земли достаю Даже если у вас рост 180 Он будет отличный От руля до коленок Места там еще много Мне с моим ростом очень комфортно Реально сидеть на нем Подвеска работает отлично Аморт и вилка Работают синхронно Все как положено Но перейдем к самому интересному Сравним Вэлс С Аполло и Рокса Фрирайт И посмотрим вообще Чем же они схожи В каких именно деталях Вот поставим их рядышком Для сравнения Не, на самом деле Байки совершенно разные Но сходства все же есть И их достаточно много Во-первых, Аморт Сходство у них большое Что на этом есть Маркировка сид Там в верхней части Что на амортизаторе На Вэлсе Сегодня, когда мы собирали Могли заметить эту надпись По вилке Вилка на Аполике Конечно же длиннее За счет больших колес 19-16 Но конструктивно Визуально Она такая же Как и на Вэлсе Единственное отличие На Аполике Есть клапан Для сброса давления Избыточного На Аполло Руль чуть-чуть шире Но как по мне Они реально похожи Также грипсы Ручка переднего тормоза Ручка сцепления Все одинаковые Что на Аполике Что на Вэлсе Ребят, помните Во время сборки Вэлса Я обращал внимание на то Что счетчик моточасов Можно перенести на раму Так вот У Аполло Похожая тема И Вэлс красавцы Что оставили Эту штучку И сделали так же Также вот Траверсы Можно заметить Идентичные С Вэлсом Вэлс РТ-125 Можно назвать Бюджетной версией Аполика То есть если вам Не принципиально Езда Жесткая Мясистая По Лесам По бревнам По трекам То Вэлс РТ-125 Отличный вариант Мы сегодня Минусов не нашли В этой модели Все реально Круто сделано Вэлс Постарались В этом году И реально Красиво Ворвались в сезон Он взял Самое лучшее Саполу И поставил К себе Тем самым Он не поднял Ценник А наоборот Понизил Напомню В том году Он стоил 72 тысячи А в этом 68 880 Да и в общем-то За этот ценник Вы получаете Реально классный Байк С набором Дачника Но реально Все что нужно Для дачи Надежный Тяговитый Двигатель UX-125 Электростартер Чтоб не париться С киком Фара Яркая Светодиодная Чтоб гонять Летом Большая Широкая Сидушка Куда поместишься Ты и твоя подруга Мечта А не байк Ну а в общем-то Вэлс реально Порадовал в этом году И мы обязательно Будем дальше Следить за их Обновлениями Да и обновлениями Всех остальных Брендов И про них Рассказывать вам Ну а чтоб Ничего не пропустить Обязательно подписывайся На канал Ставь колокольчик И жди новых выпусков До встречи Субтитры сделал DimaTorzok